Всем привет! С Вами Крюля Андрей Чарли и данное видео я записываю по поводу обновления нашей рендер-фермы Forender. На ней появилось три новых GPU сервака. 4980T, 41080 и 41080T. Но сравнивать 1080T и 1080T я не вижу смысла. А вот сравнение 980T и 1080T покажу в этом видео на примере моей сцены и Redshift рендера. А в следующем видео запишу тест Octane Bench. Также после рендера данной сцены, я запущу стандартный Redshift benchmark. Итак, начнем с первого сервака с четырьмя 980T. Настройки сцены выглядят таким образом. Разрешение 1920 на 2168. В Output поставил 464. Я думаю, для теста будет достаточно. А вот в Sample Override специально накрутил параметры, ибо иногда сталкиваюсь с необходимостью ставить такие значения. В оптимизации поставил 8 лучей на Reflection и Refraction. А Combined равный 16. Joy Broadforce Broadforce. Количество лучей 256. Максимальное значение, которое мне приходилось ставить в моих сценах, поэтому пусть будет так. Это все, что я хотел сказать по настройкам. Нажимаю Render. Итак, рендер закончился. Итого вся картинка просчиталась за 19 минут 33 секунды. Теперь откроем стандартный бенчмарк Redshift, который находится в C Program Data Redshift. В папке BIN запускаем BAT файл Run Redshift Benchmark. В итоге запустится командная строка, скачается сцена и начнется тест. К сожалению, он не визуальный. Итак, бенчмарк завершился. В этой же папке открываем результат рендера и смотрим на время. В левом нижнем углу, вы увидите список ваших видеокарт, версию Redshift и время, за которое отрендерилась картинка. Время 4 минуты 35 секунд. Теперь запустим ту же сцену и бенчмарк на следующем сервере с 41080T. Но перед тем, как нажимать рендер, я еще увеличил настройки сэмплинга в 4 раза. То есть в Output значение MinMaxSamples я поставил равным 16256. Именно такое значение рекомендует команда Redshift. И в большинстве случаев его достаточно для рендера финальной картинки. Нажимаю Render. Итого, рендер завершился за 14 минут 39 секунд. Учитывая, что настройки были завышены в 4 раза по сравнению с сервером 980T. Я считаю, что это отличный показатель для такого разрешения. Конечно же, можно достигнуть более быстрого результата, если более тщательно подойти к настройке сцены и смотря на рендер элементы, немного ее оптимизировать, как это я показывал в первой части своего урока по Redshift. Но очень часто возникает ситуация, когда мне нужно просто быстро отрендерить и не тратить время на оптимизацию. Решив довольно быстрый рендер и имея 4 980T или 1080T, вы будете получать быстрый результат за короткий срок, даже не заморачиваясь с настройками и ставя максимальные параметры. Теперь давайте перейдем к бенчмарк тесту. Итого, бенчмарк картинка отрендерилась за 3 минуты 35 секунд на 4 980T, что на 1 минуту быстрее, чем на 4 980T. Это все, что я хотел показать в данном видео. В следующем тесте я покажу Octane Bench тест. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok